Пришел мой завтрак с опозданием. Это макароны, которые я утром готовила. Типа макароны по-флотски. Это салатик, а-ля греческий, как всегда. А, я забыла его маслом полить. Сейчас поливаю маслом. Поливаю маслом. А, сегодня. И чайок вот такой выпьем. Лаваре. Ванильно-малиновый. Никогда такой не пила. Попробую. Всем приятного завтрака. Мне сегодня Оксана с канала Фрося Бурлакова посоветовала. Так вот, она мне посоветовала. У меня же тут караси почищенные уже. Она мне посоветовала, чтобы не было костей, чтобы они не ощущались. Сделать надрезы. Я это слышала много раз люди делают, но никогда этого не делаю. И вот я сегодня делаю. Вот так вот. Делаю надрезики по верхней части карасик. Ну, как? Вот так. Оксана так? Наверное, так. И потом я их посолю. Чик, 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 чик. Я так понимаю, что весь секрет в том, что туда лучше проникает масло кипящее. И быстрее кости мягчают, мягчают. Я так поняла, чем больше этих надрезов, тем меньше этих костей. Вот так получается это дело. Так, рыбу надрезала, посолила хорошенечко. Пусть постоит немножко. Все специи я добавляю в муку, когда жарю. А саму рыбу только солю. Так, рыба жарится. Жарится чудесно. Я еще жир заливаю сюда, в эти разрезы. Чтоб кости расслаблялись еще лучше. И выходит, доволен, чтоб косточки мягкие. Или, если я не там встал, то я не представляю, как эта рыба без костей. А здесь папа, самый смелый кот. Самый смелый кот. Это сынок, а это мама. Мы злые коты. На. Им тут прохладненько. Пусть и дали. Вчера три штуки на дерево, как залезли. Вот эти коты. Вот эти? Да, в это. Так воно гоняло, там же привязані огурцы. Степан. Ой, как тут хорошо, да? Прохладненько. Степа, умывай. Такой красивый. Такой умный. Да. Домой, давай. Домой. Ревнивица. Ты ревнивица? Опа. Степа. Ну. Давай, пошли. Степа. Пойдем домой, пока тебе дело не пришили тут. Да, пошли домой. Иди. Иди домой. Иди. Натушила мясцо на ужин. Каши нету, гарнира нету. О, блин. Зажогший свет. Будет мясцо. Слышишь? Ммм. Как говорится тут свето горит. Да. Когда включаешь. Сегодня нарезала так же яблок. Сушу, потому что на улице сегодня пекло. Солнце. Как никогда. Да. Так вот. Говядинку натушила. Мясцо. Надеюсь, оно мягкое. Ну, два захода тушила. Полностью заливала водой. И потом тушила, и тушила. И так два раза. Не знаю. Сейчас она на полтора тушилась мясо. Эдик, сегодня на ужин будет просто мясо. С просто огурцом. Ну, или помидором. Или перцем. Или салатом. Только что-то мне не хочется резать салат. Но мясо, Эдик. Мягкое. Да. Мягкое. Ребрышки. Ребрышки, Эдик. Сижу, вышиваю. Новый сюжетик откопала. Тыкву я уже дошила. Потом покажу когда-нибудь. Может быть, завтра. Или послезавтра. Или еще когда-нибудь. А это у меня новогодний сюжет. Тут Новый год. Новый год. Настает. Это набор, купленный на Алиэкспресс. Китайский. И я его давно-давно вышиваю. И никак не вышью. Я хочу сделать из этой вышивки также подушку новогоднюю. Мечтала. Вернее, мечтала. Боже мой, как же хочется-то спать. Как же хочется спать. Почему? Не пойду.